Продолжаем с Никитой готовить. И вот я тут взбила сливки уже. Никит, как у нас, расскажи про все. Так, все, начинаем готовить. Сковородки прям готовы ко всему. Сковородки горят. Сначала мы кабачок, да, как я понимаю? Сначала баклажан. Ой, баклажан. Перец болгарский закинем. Угу. Все накалилось уже у нас. Угу. Так, лопаточка у нас есть. А, Никит, расскажи вообще, почему ты поваром стал? Что еще раз? Почему поваром стал? Почему поваром? Ну, на самом деле, готовка у меня вот, на самом деле, почему-то с детства прям. Началось, в 4 года я себе начал уже яйца жарить, макароны варить. Удачно или неудачно получалось сначала? По-моему, удачно. Удачно, то есть с самого начала у тебя все хорошо было? Да. Ну, все. Удивительно. Я просто помню, как я один маленький раз, маленькая, когда была, один раз яйца жарила, и я все лицо обожгла, и после этого меня долго не пускали вообще. Вот у вас сразу видно. Сейчас напускают? Да, сейчас напускают, сейчас не выгонишь оттуда. О, как красиво. Почему такое сочетание? Вот ты выбрал именно к этой рыбе вот такие овощи? Ну, раз ты сам создавал это блюдо, почему такое сочетание выбрал? Сочетание красок, во-первых. То есть это будет выглядеть красиво. И это будет вкусно. Я думаю, сейчас оцените. Да, конечно, оцените. А мне уже, знаете, аромат такой идет, и уже прям хорошо. Уже прям такой какой-то летний весенний какой-то вот такой аромат. А камбала, долго ее необходимо готовить? Или это рыба, которую вот припустить необходимо? Да, камбала на самом деле рыба очень нежная. Тем более это как бы это филе камбала, она очень нежная. Мы ее готовить буквально будем там 2 минуты с одной, 2 минуты с другой стороны. То есть она очень быстро готовится. Мы ее посолили и поперчили, да, немного? Да, посолили и поперчили. То есть сейчас также мы ее пожарим на оливковом масле. Отдельно будем жарить? Да, отдельно. Я думала, мы ее просто сейчас ее прям туда. Отдельно. Так, тарелочка у нас готова, да? Да, тарелочка у нас все готова. Все сейчас буквально жарят овощи. Сюда мы добавляем кускус, заправляем это солим, перчим, заправляем специями. И в принципе готово. Ага, ну то есть необходимо, чтобы сейчас просто немного поджарилось, да, вот это все у нас? Так, ну пока добавьте в свои сливочки вот, наверное, вот таких вот щепотку специй. Вот сюда, да? Прямо вот так? Да, да, да. Сливки у нас чем будут служить вот во всей этой истории? Сливки будут служить соус такой. Да, как сказать, он же и соус, и сливочная подушка. И это еще, да, раз немножко, чтобы... Да, и взбить еще на раз. Это у нас будет сливочная подушка. То есть мы основу делаем сливки, вылаживаем кускус с овощами. Как у вас все романтично, вот, у шеф-поваров, сливочная подушка. Звучит прям... Сколько пришлось учиться, чтобы достичь того, что уже успели достичь? Вообще, когда прекращал учиться, или это каждый день все время? Да, учиться... Надо учиться и учиться, на самом деле. То есть я до сих пор учусь. Как ты считаешь, в какой стране лучший шеф-повар? Вот куда необходимо ехать и учиться вот у лучших? Я так думаю, скоро у нас в России это будет. А вообще, ну, наверное, как близина на Францию, мне так кажется, все-таки, да? У нас в России... У нас, вообще, как ты считаешь, Красноярск достаточно развитый в сфере, вот, в вашей сфере? На самом деле развит. Да, очень развит, но недостаточно. Больше, которые страны к Европе отклоняются, туда ближе, да, к Москве, там намного лучше, да. Ну что, давайте, может, выгружать уже Камбалу туда, вот, на сковородку, или рано еще у нас? Давайте уже, да, мы прямо сейчас выкладываем уже Камбалу на сковороду, но будем это делать во время рекламы, так как немного у нас рекламы прямо по курсу. Совсем скоро к вам вернемся. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok